Галапагосы. На краю земли. Раскалённое пламя из недр земли прорвало океанское дно. Так на свет появился архипелаг посреди Тихого океана. Первооткрыватели этого архипелага назвали его земным адом. Обитателям этого пустынного, неприветливого места пришлось изменяться, чтобы хоть как-то противостоять недоброй матери природе. Ради выживания они менялись и делали свой выбор. Яркий тому пример – морская игуана. Подобной ей нет нигде в мире. Под влиянием холодного океанского течения на вулканическом архипелаге возникли изумрудные влажные джунгли. С точки зрения человека, местные обитатели обречены на жизнь в аду. Однако, даже в аду можно создать свой собственный рай. Мы расскажем вам о тех, кто выжил на краю земли. Далекий архипелаг, который Чарльз Дарвин посетил около 180 лет назад, состоит из 13 крупных и сотни мелких островков. Люди называют этот архипелаг Галапагосом. Галапагос лежит на экваторе примерно в тысячи километрах от побережья Эквадора. Все острова этого архипелага имеют вулканическое происхождение. Галапагос является одним из самых вулканически активных регионов на Земле. Не так давно на островах Изабелла и Фердинанд произошли извержения. Кроваво-красная лава текла по острову, угрожая всему живому. После извержения покрытый застывший лавой остров кажется суровым и неживым. Его обитателям приходится искать новое жилье. Первым сквозь толщу лавы пробивается кактус. Места, где раскаленная лава попала в море, изменились до неузнаваемости. Это наглядный пример того, как в жизни реагируют даже на безжалостные вулканы. Местные обитатели спаслись лишь благодаря своим собственным тактикам выживания и создали новые виды, встречающиеся только в этом регионе. Галапагосский морской лев – прекрасный тому пример. Когда к поверхности поднимаются косяки рыбешек, начинается удивительное зрелище. Сложив крылья, птицы бросаются в воду, как стрелы. Это голубоногие олуши. Они предпочитают рыбачить стаями. На Галапагосе обитает три четверти популяции голубоногих олушей. Брачный сезон у олушей наступает, когда еда в изобилии. Обычно это происходит с мая по декабрь. На время брачного сезона птицы собираются на дальнем острове, подальше от хищников. Чтобы привлечь самок, самцы топорщат перья на хвосте и крыльях. В хороших условиях самка откладывает два-три яйца, и родители по очереди их высиживают. Жаркий сезон – не лучшее время для размножения. С апреля по май, когда на Галапагосе весна, можно увидеть удивительный брачный ритуал большого фрегата. Чтобы привлечь самку, самец раздувает красный горловой мешок и издает характерные звуки. Здесь рай для морских птиц, живущих между небом и землей. Для тех же, кто летать не умеет, покрытый лавой остров привлекательным не кажется. Им приходится постоянно искать пищу. На вулканической почве растения растут плохо, и это беда для травоядной игуаны. Чтобы выжить на архипелаге, сухопутной игуане приходится питаться колючими кактусами. Сочный ствол кактуса дает игуане чистую пресную воду. Но пообедать кактусом не так уж и просто. Этой игуане повезло. Она нашла полусъеденный кактус, и ей не нужно залезать на него или жевать противные иголки. Кактусам также пришлось приспосабливаться к здешним условиям. Они отрастили длинные иглы и вытянулись в высоту, чтобы защититься от животных. В среднем игуаны живут около 30 лет. Но поскольку хищников на Галапагосе нет, местные игуаны доживают до 60 лет. Их самый страшный враг – это голод. Как же они вообще попали в это жестокое место? Возможно, их родина вовсе не здесь? Они родом из Гуаякиля. Там живет тот же вид. Вернее, много лет назад, миллионы лет назад, это был один вид. Но с ходом времени, в результате эволюционных процессов, эта игуана стала новым видом. В материковом Эквадоре живет родственница Галапагосской игуаны. Она обитает в зеленых лесах и пьет чистую воду. В отличие от Галапагосских сородичей, здешние игуаны похожи на динозавров, острыми иглами и кожной складкой под челюстью. Как же они оказались на Галапагосе? Наземные животные были жертвами ураганов и наводнений. Они пережили полной опасности путь, преодолев около тысячи километров по морю. Новый дом разительно отличался от их родины. Лесов здесь не было, а единственной пищей были лишь колючие кактусы. Тогда им приходилось терпеливо ждать, когда опадут листья. Широкие листья опунции дают тень, спасая от палящего солнца. Таким образом, наиболее приспособленными к условиям жизни на Галапагосе стали рептилии. Рептилии солистойкие, они способны долгое время просуществовать без еды и воды. Несмотря на то, что едят они мало, им приходится защищать скудные источники пищи, чтобы выжить. Кому-то пришлось изобрести свой способ выживания, чтобы не сгинуть в таких условиях. Они ушли в море. Морская игуана обитает только на Галапагосе. Это единственный в мире вид водных игуан. Сухопутному животному адаптироваться к жизни в море было очень непросто. За долгие годы инстинкт выживания преобразил их. Хвост сплющился, чтобы помогать им плыть под водой. А мощные конечности и когти помогают игуанам держаться на скользких камнях. Шкура загрубела, чтобы выдерживать мощные волны. Перед заходом в холодное море они исполняют обязательный ритуал. Игуаны не регулируют температуру тела, поэтому им нужно полежать под солнцем, чтобы нагреться. Температура тела растет, а вместе с ней и энергия. Поэтому кое-кто решает запугать сородичей. Они подергивают головой, чтобы устрашить противника. Одна из игуан отворачивается, таким образом прекращая конфликт. Похоже, всем животным свойственно защищать свою территорию. Теперь ей нужно побыстрее войти в воду, чтобы найти пищу. Волны, в отличие от спокойного побережья, безжалостны. Море беспощадно к этой игуане. Она взбирается на камень, чтобы передохнуть, а потом возвращается в воду. Когда на поверхности волны, под водой плыть ничуть не легче. По мощности местное течение можно сравнить с ураганами. Морские игуаны питаются красными и зелеными водорослями, растущими в холодной воде. Благодаря форме морды, игуаны легко обрывают водоросли. Чтобы выжать, им достаточно 100 граммов водорослей в день. Морское дно покрыто зеленым ковром. Именно поэтому некоторые игуаны предпочли море, суши. Несмотря на изобилие пищи, они не могут себе позволить быть жадными. Морские игуаны способны погружаться на 10 метров, но находиться под водой более 10 минут опасно. Температура тела упадет, и их мышцы парализуют. Среди тех, кого океанические течения перенесли сюда из Южной Америки, есть и 250-килограммовый гигант. Вот она, встречайте. Слоновая черепаха, гигантская черепаха, галапагосская черепаха. У нее много разных имен. Первооткрыватели архипелага назвали черепаху галапаго. Седло по-испански. Потому что ее панцирь напоминал седло. Отсюда и название всего архипелага. Черепахи развивались по-разному, в зависимости от острова, на котором они обитали. У черепах, обитающих на засушливых равнинах, длинные шеи. Таким образом, им проще питаться кактусами. Черепаха, появившаяся на галапагосе 3 200 000 лет назад, теперь имеет 16 подвидов. Все обитатели архипелага изменили свой облик, чтобы приспособиться к среде обитания. Даже кактусы стали плотнее и отрастили иглы, чтобы защититься от травоядных животных. Некоторые виды здешних опунций достигают 12 метров в высоту. Это настоящая живая лаборатория эволюции. Капризная погода – одна из причин вынудивших обитателей галапагоса меняться и приспосабливаться. На галапагосе два сезона – влажный и сухой. В сухой сезон с июля по декабрь возвышенности процветают, в отличие от пустынных равнин. С трудом верится, что перед нами один и тот же остров в одно и то же время. Откуда же такая разница? Разгадка в океанических течениях. В июле теплое панамское течение вытесняется холодным течением гумбольта, которое поднимается из Антарктики. Поэтому галапагос на полгода остывает. Течение гумбольта понижает температуру воздуха, и в это время теплый воздух поднимается вверх, окутывая возвышенности ветрами и туманами. Этот сезон называют Гаруа. Санта-Круз – второй по величине остров архипелага. Холмы на высоте 300 метров покрыты пышной растительностью. Но роскошная зелень не в силах скрыть кратеры. Это не вулканические шахты, но мощные обвалы в лавовом потоке. Лавовые пещеры неподалеку от кратеров говорят о том, что когда-то здесь был вулкан. Когда туман рассеивается, появляется солнце, а вместе с ним – незабываемый вид. Влажная дымка сезона Гаруа благоприятна для густых влажных лесов. Перед нами скалезия – дерево, эндемичное для архипелага. Для горных черепах еды здесь предостаточно. Их панцирь обрел вид купола, чтобы им было проще двигаться в траве. Они живут в роскоши, сравнимой разве что с роскошью наших королей. Этот мир разительно отличается от засушливых равнин. Пообедав, черепахи греются в пруду. На холодном горном воздухе температура их тел быстро понижается. Здесь царят мир и покой. На закате приходит холод. В сезон засухи, когда царствует холодное течение, перепад температур может быть более 20 градусов Цельсия. Хладнокровные морские игуаны на ночь собираются вместе. Хорошо, если рядом есть лужа или прудик. В нагретой экваториальным солнцем воде ночевать морским игуаном гораздо приятнее. Утром, как по сигналу, игуаны появляются из воды. Ранним пташкам достаются лучшие места. Игуаны лежат редком, выполняя ежедневный ритуал поклонения Солнцу. Они поворачиваются к Солнцу боком, чтобы получше прогреться. Солнце движется, и игуаны двигаются вслед за Солнцем. Им нужно контролировать количество тепла, которое они получают от Солнца, и из окружающей среды. Если они не будут контролировать температуру, количество тепла в теле, они погибнут. Солнце дает морским игуанам тепло, но действуют они в соответствии с фазами Луны. Под воздействием Луны дважды в день происходят приливы и отливы. Во время отлива уровень воды понижается, и водоросли появляются на поверхности. Это сигнал для морских игуан. Некоторые из них появляются как будто бы из ниоткуда, и все движутся к морю. Природа не перестает поражать своей простотой и эффективностью. В полнолуние и новолуние уровень воды во время отлива понижается максимально. И морским игуанам даже не приходится заходить в воду. Появившиеся из-под воды камни превращаются в обеденные столы. Сейчас игуаны спокойно трапезничают, не задумываясь об опасностях моря. Водоросли обеспечивают морским игуанам выживание. По жарким экваториальным солнцем водоросли растут быстро. Чтобы вырасти вновь, им нужно всего две недели. Так что обычно морским игуанам пищи хватает. Отлива ждут не только морские игуаны. Во время отлива появляются другие обитатели архипелага. Например, крабы. На Галапагосе и в окружающих его водах обитают около ста видов крабов. Они живут в самых разных местах. Вот этот, бредущий по пляжу малыш – это краб-призрак. С помощью клешней крабы-призраки сгребают песок в ротовую полость, где песок фильтруется и отделяется от питательных веществ. Но этот краб делает нечто иное. Он вытаскивает песок из норы и утрамбовывает его клешнями. Считается, что это брачный ритуал самцов краба-призрака. Эти комочки песка – своеобразный сигнал для самок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошло шесть часов, и вода начинает подниматься. Нужно возвращаться на сушу, пока еще не поздно. Первыми на сушу выбираются легконогие крабы. Плавать они не умеют, но вода поднялась уже высоко. Как же они вернутся назад? Подобно водомеркам, они с легкостью скользят по воде. Отсюда их название – легконогий краб. Морская игуана задержалась в море, но она не спешит, ведь она прекрасно плавает. Эти игуаны умеют нырять, так что для них этот заплыв – сущий пустяк. Вскоре прилив обрушивается на берег суровыми волнами. И всегда найдется жадина, затянувший с возвращением домой. Море бушует все сильнее, делая путь назад все труднее. Предкам этой игуаны приходилось сотни раз сталкиваться со смертью, когда они миллионы лет назад добирались до этого острова. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К счастью, она добралась до вулканических скал. Подобно воину, возвращающемуся с битвы, эта игуана покрыта ссадинами и ранами. Добравшись до безопасного места, она падает от изнеможения. В жестоких схватках с камнями она лишилась клочков со своей шкурой. На суше у морских игуан врагов нет. Для этой обессилевшей игуаны главным раздражителем являются мухи. Но у нее даже нет сил прогнать назойливых насекомых. Отличительная черта игуан – специальные железы, через которые они избавляются от излишка соли. Не так давно раздельное существование морских и сухопутных игуан подошло к концу. Вон там, на том островке, одновременно оказались морские игуаны и сухопутные игуаны. Они начали размножаться между собой, и получился своего рода гибрид. У нас на Галапагосе появился новый вид – гибрид сухопутной и морской игуаны. На островке Южная Плаза, который можно обойти за каких-то два часа, был обнаружен новый подвид – с головой морской игуаны и с туловищем сухопутной. Что же произошло с двумя видами, жившими раздельно на протяжении четырех с половиной миллионов лет? Морские игуаны, будучи не в силах отыскать пищу, двинулись к своим сухопутным родичам. А может ли игуаны-гибрид жить и на суше, и в воде? Игуаны-гибриды обитают на суше, они умеют плавать, но плавают мало. Они едят в основном растения, семена и немного водорослей. У гибридного вида острые когти, как у морских игуан, но по поведению они похожи на сухопутных игуан. С помощью когтей они обдирают колючки с кактусов и с легкостью забираются на их вершину. Несмотря на тонкую грань между жизнью и смертью, здешние обитатели продолжают развиваться. Здесь могут таиться еще не разгаданные нами тайны природы. Пример тому – розовая игуана. Этот новый вид был обнаружен на острове Изабелла в 2009 году. Появление розовой игуаны на архипелаге до сих пор остается загадкой. В январе на Галапагосе начинаются дожди, а вместе с ними – влажный сезон с высокими температурами. Иссушенная земля поглощает теплую влагу и постепенно зеленеет. Этого сезона ждали все сухопутные животные. В апреле с приходом на Галапагос весны на островах роятся насекомые, и у них очень много дел. Больше всего дел у пчел-плотников. Они кормятся и опыляют цветы опунции. Любимый цвет пчел-плотников – желтый. Цветы привлекают своей неповторимой расцветкой птиц и насекомых, которые опыляют их и собирают их нектар. На монциняловом дереве, растущем у соленой воды, вызревают плоды, известные как ядовитые яблоки. Плоды и смола ядовиты как для животных, так и для людей. На удивление, слоновьи и черепахи ядовитые яблоки совершенно не страшны. Похоже, она нашла доступный источник пищи. Небеса справедливы. После голодного сезона засухи обитатели архипелага на полгода обеспечены едой в достатке. КОНЕЦ В сезон, когда пресная вода в избытке, птицы радуются жизни. В озере, где пресная вода с вулкана смешивается с морской водой, обитает множество видов птиц. Для птиц, совершенно неожиданных для Галапагоса, это озеро стало домом. Эти фламинго прилетели сюда с Карибских островов. Они прилетели сюда очень давно. Никто не знает, когда именно они тут появились. Фламинго питаются по 12 часов в день. Они фильтруют ил своим клювом и поедают креветок и водяных жучков. Должно быть, путь с Карибских островов на Галапагос был непрост, однако в их новом доме много еды и почти нет хищников. Так что они здесь неплохо устроились. В отличие от других жителей Галапагоса, которым не приходилось сталкиваться с людьми, фламинго до сих пор боятся человека. Путь эволюции далеко не закончен для тех, кто мигрировал сюда, адаптировался к здешним условиям и менялся, чтобы выжить. До сих пор они живут и продолжают свой род. Вопреки всему. На наших глазах разворачивается нескончаемая и вечно изменяющаяся история эволюции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Галапагос Галапагосы на краю Земли Вулканический архипелаг появился на экваторе в результате столкновения воды и огня. Галапагос – это архипелаг, включающий в себя около ста островов. Море, породившее Галапагос, стало местом встречи четырех океанических течений. Холодные и теплые течения превратили архипелаг в рай для редких видов. Миллионы лет назад их предки жили в разных климатических условиях, теперь же они живут вместе на Галапагосе. Этот новый мир, подобный океану в начале времен, загадочен и подвижен. Жизнь на суше также напрямую связана с морем. Благодаря обилию рыбы, птицы и люди живут за счет моря. Из-за океанических течений некоторые виды сменили среду обитания. Галапагосские пингвины – единственный из пингвинов, кто живет в тропическом регионе. Однако море щедро далеко не всегда. Архипелаг сталкивается со смертельными опасностями, ставящими под угрозу судьбу обитателей моря и суши. Ужасные катастрофы уничтожали целые виды животных. Таково двуликое Галапагосское море. На самом краю Земли. Твуликий океан. В июне теплый влажный сезон сменяется сезоном засухи. В это время в море царит хаос, вызванный смешением двух мощных течений. Этот феномен происходит, когда теплое течение смешивается с холодным. В это время к Галапагосу движутся многочисленные косяки рыб. Море становится местом встречи для 500 редких видов. Почему Галапагосское море так богато рыбой? Ответ – всмешение океанических течений. В июле теплое Панамское течение ослабевает, а холодное течение Гумбольта поднимается из Антарктики. В это время вода из глубин океана поднимается к поверхности. Когда глубинная вода попадает под жаркие лучи экваториального солнца, начинается активный рост фитопланктона. Благодаря глубинной воде океан в этом месте стал средой обитания не только для морских, но и для полярных жителей. Рыбы разрабатывают свои стратегии, чтобы спастись от хищников. Перемещение в больших косяках – пример такой стратегии. Благодаря холодному течению камни покрываются водорослями. У них собираются разные виды рыб в надежде найти для себя пищу. За нарост на голове эта рыба получила прозвище «морское чудовище». Тунец находится в постоянном движении, оставляя за собой следы своей охоты. Мелкие рыбешки выскакивают на поверхность, привлекая внимание птиц. Рыбаки в этот сезон переселяются в море. Птичьи стаи подсказывают им, где искать тунца. Ориентируясь на птиц, рыбаки забрасывают удочки. И вот кто-то клюнул на наживку. Это тунец. Стресс, который испытывает рыба, плохо влияет на вкусовые качества его мяса. Чтобы этого избежать, рыбу сразу же умерщвляют. Таким образом вкусовые качества сохраняются. С приходом течения гумбольта рыба клюет так, что не успеваешь закидывать удочку. Кажется, попалась большая рыба. Она до самого конца пытается сорваться с крючка. Но рыбак все-таки побеждает. Столь удачной рыбалкой бывает лишь несколько месяцев в году. Со сменой течений улов перестает быть настолько богатым. Эта рыба настолько сильна, что удивительно, как удочка ее выдерживает. Единственный выход сейчас – ждать, когда рыба устанет. Уловом становится рыба самых разных размеров. Чтобы защитить море от браконьеров, рыбаков обязали получать лицензии на рыбную ловлю. Если рыбак зазевается, рыба может запросто порвать леску. Поглощенной охотой рыба не замечает крючка, который становится ее гибелью. Рыбаки устраивают перерыв, которым незамедлительно пользуются незваные гости. Это печально известные здесь фрегаты. Фрегаты славятся тем, что отнимают добычу у других птиц. Сегодня они слетелись на рыбье потроха, который выбросили рыбаки. Они прекрасно умеют красть еду. Эти великолепные летуны совершенно не умеют плавать. Чтобы выжить в суровом море, им пришлось стать пиратами. Рыбаки возвращаются на берег, и морские птицы слетаются к причалам. На суше лодки поджидают не только птицы. Предприимчивые пеликаны, не стесняясь, толпятся на рыбных рынках. Наконец-то подвозят свежий улов. Самый дорогой товар здесь тунец. Но даже когда улов богат и разнообразен, трехкилограммовая тушка стоит около 20 долларов. Но улов не сразу ввозят на рынок. Каждую рыбину, даже самую маленькую, осматривает сотрудник рыбнадзора. Мы взвешиваем и измеряем рыбу два-три раза в неделю. Мы досматриваем каждый улов. Именно так мы собираем информацию о рыболовецких судах и рассчитываем размер ежегодного улова. Когда с досмотром покончено, начинается игра. Лучших мест здесь не бывает. Пока не проглотишь добычу, игра не окончена. Чтобы добычи не досталось соперникам, нужно проявить агрессию. Втихаря угоститься рыбкой, пока торговец не видит, это высший пилотаж. Но если тебя застукали, то лучше улетать. На рыбном рынке гораздо больше попрошаек, чем клиентов с деньгами. И они здесь всегда. Они просто облепляют меня, как только я начинаю чистить рыбу. Они толкаются, просят еду. Они вечно голодные. Видят, как я иду на работу, и идут за мной. А если я им ничего не даю, то они становятся агрессивными. К тому моменту, как рыба готова к продаже, большая часть попрошаек расходится. Но радоваться пока рано. Кое-кто все же остался. Он дождался, пока соперники насытятся и уйдут. И это тоже стратегия. Он стремится в море, чтобы сохранить добычу. Все насытились, теперь можно и отдохнуть. Похотившись на море, фрегаты направляются на восток. К острову Сан-Кристобаль. Их влечет Эль-Джунко, единственное на Галапагосе пресноводное озеро, расположенное на высоте 100 метров. Здесь фрегаты, чье оперение непредназначено для качания на волнах, смывают морскую соль. Подземные воды, поступающие из Эль-Джунко, несут жизнь всему острову. С приходом холодного течения Гумбольта вид Галапагоса радикально меняется. Август. В это время течение Гумбольта набирает силу. Наступает сезон Гаруа, когда теплый воздух поднимается вверх, порождая влажные туманы. В обогащенной питательными веществами воде водоросли растут не по дням, а по часам. Мелкие рыбешки наполняют океан жизнью, а водоросли покрывают дно роскошным ковром. Зеленая черепаха, травоядный гигант, лениво плывет над изумрудным дном в поисках хорошего места. Она не торопится, ведь еды сейчас предостаточно. Она не торопливо наслаждается трапезой. Изобилие приводит к расслабленности. Под лучами экваториального солнца водоросли растут быстро. На восстановлении нужно всего две недели. На морском дне царят настоящие джунгли. Морская игуана тоже спешит приобщиться к пиру. Морские львы заняли берег и наслаждаются холодной водой. На чистом воздухе принимать солнечные ванны особенно приятно. Проголодавшись, они отправляются на охоту. Морской лев – всеяден. Он питается самыми разнообразными морскими жителями, включая кальмаров и сардин. В этот сезон море особенно радует многообразием рыб. Поистине море сейчас кишит жизнью, а мелькание рыб больше похоже на хорошо поставленный танец. Он охотится или играет с рыбами? Намерение морского льва угадать непросто. Такие танцы можно увидеть только в сезон изобилия. Мелкие рыбешки поднимаются к поверхности. Этот тихий мирок на самом деле является полем битвы. Все дело в птицах, промышляющих у побережья. Обнаружив еду, они подзывают собратьев, и начинается большая охота. Самый необычный способ охоты придумали голубоногие олуши, ныряющие в воду всей стаей. Они стремительно пикируют в воду и хватают добычу. Первооткрыватели архипелага запросто ловили этих птиц, поэтому они и прозвали их оулухами или олушами. Сейчас нам бы в голову не пришлось дать такое прозвище стремительным охотникам. Но их потрясающие голубые лапки сводят на нет образ сурового охотника. Конец августа. Когда холодное течение набирает силу, острова укутаны плотным туманом. Давным-давно один отважный путешественник оседлал мощное течение и прибыл сюда из далекой Антарктиды. Это был галапагосский пингвин. Он невелик, всего 50 сантиметров в высоту. В ходе эволюции он уменьшился в размерах, чтобы приспособиться к теплому климату галапагоса. День пингвины проводят в холодной воде, вылезая лишь ночью, когда приходит прохлада. Галапагосский пингвин – единственный из своего семейства, кто живет в тропическом регионе. У побережья всегда тихо и спокойно. Золотистые создания, больше похожие на опавшие листья, – это западноамериканские бычьи рылы. По утрам они отдыхают в прибрежных водах. Чтобы днем отправиться на охоту. Чуть дальше от берега море уже становится суровой стихией. Его волны, особенно в этот сезон, мощны и безжалостны. Мангровые леса защищают вулканические берега от волн, готовых, казалось бы, разрушать все на своем пути. Мангровые деревья тоже попали на архипелаг благодаря течениям. Эти растения прекрасно приспосабливаются к самым экстремальным условиям. Мощные корни, способные пробить даже вулканическую породу, надежно противостоят волнам, приливам и ураганам. Солестойким мангровым деревьям хорошо живется и в морской воде. Они поглощают из воздуха значительные объемы углекислого газа, а также очищают воду. Мангровые деревья помогают адаптироваться и другим жителям Галапагоса. Более слабые существа рождаются, растут и питаются в мангровых лесах. Для мальков здесь настоящий рай. А еще зеленые черепахи любят отдыхать здесь после долгого пути. Крошечные разноцветные тропические рыбки также нашли здесь приют. На иголках зеленого морского ежа примастился листок, а его соседи могут похвастаться украшением из камушков и обломков ракушек. Вскоре мы узнаем, зачем они нужны. Рыбы безжалостно нападают на ежей, у которых нет маскировки. Таким образом, зеленые морские ежи спасаются с помощью камуфляжа. Корни деревьев не пускают крупных хищников, поэтому мангровые леса – это рай для мелких существ. Чуть дальше, на глубине, в свои игры играют киты и акулы. В 2016 году на Галапагосе был открыт крупнейший в мире заповедник акул. Особенно ценным видом является китовая акула. Если вас поймают за отловом защищенных видов, то вам больше никогда не разрешат рыбачить на Галапагосе. В водах Галапагоса обитает около 10 видов акул. Рифовая акула обитает среди камней на дне моря. Днем эти зубастые хищницы спят, а ночью отправляются на охоту. В темноте они видят неважно, зато чуют добычу издалека. А еще они чувствуют биение сердца напуганной рыбы, поэтому добычу они найдут, где бы та ни пряталась. Когда в водах Галапагоса появляются крупные акулы, людям становится не по себе. Акула-молот получила свое название благодаря форме головы. Акулий плавник считается деликатесом, поэтому многие виды акул находятся на грани вымирания. А в это время года акула-молот зачастую приплывает именно сюда. На протяжении года акула-молот мигрирует между Мальпело, Колумбией и Галапагосскими островами. Благодаря характерному расположению глаз, акула-молот видит движение сразу нескольких объектов. Когда акулы спят, под водой наступает мир и покой. Подводная долина Галапагоса известна сильнейшими течениями. Течение настолько сильное, что даже скаты не всегда с ним справляются. Выход у них только один. Подождать у камней, пока течение ослабнет. Покидая долину, скат высматривает добычу между камнями. Благодаря острому зрению он способен заметить ее даже издалека. В настоящий момент эта стая барракут отдыхает. Сейчас пищи много, поэтому все рыбы двигаются неспешно, наслаждаясь морем. Но после декабря ситуация начинает меняться. Холодное течение Гумбольта ослабевает. Ему на смену приходит теплое, но более бедное панамское течение. Море теплеет, нагревая и атмосферу. Из-за океанических течений на Галапагосе полгода влажно, а полгода засуха. И обитатели архипелага к этому как-то приспособились. Но каждые три-семь лет море радикально меняется. Прежде богатой жизнью море становится пустынным. В этом виновато течение Эль-Ниньо, увеличивающее температуру воды. Дважды в год со смены сезонов на Галапагос приходят перемены. Но Эль-Ниньо приносит гораздо более драматические перемены. Для местных жителей это смертельная катастрофа. Почему же это происходит так регулярно? Виной тому пассаты. Когда пассаты стихают, вода из западной части океана перемещается к побережью Перу, увеличивая температуру Галапагосского моря на 3-4 градуса Цельсия. Этот феномен обычно совпадает с Рождеством, отсюда название Эль-Ниньо, с отсылкой на новорожденного Христа. Эль-Ниньо, нагревающий воду, приносит в море хаос. Его губительная сила способна уничтожить целые виды. Эль-Ниньо плохо влияет на жизнь морских животных, потому что температура воды поднимается на 3-4 градуса Цельсия. Для морских обитателей это слишком много. Они лишаются еды. Рыбы нет, водорослей нет. Поэтому животным надо либо нырять глубже, либо уплывать, иначе пропитанием не достать. Самыми чувствительными к температуре воды являются водоросли. В более теплой воде они гибнут, всплывают и их выносят на берег. Первые жертвы голода – морские игуаны, питающиеся водорослями. Нет никакого смысла заходить в упустевшее море. Между камнями тоже ничего съедобного нет. Морские игуаны отважились искать пропитание в море, поскольку на суше его было очень мало. А еще они нашли способ противостоять Эль-Ниньо. Когда еды мало, они уменьшаются в размерах. Говорят, что некоторые из них за два года уменьшились почти на 20%. Но даже для морских игуан имеется свой предел. В конце концов, они умирают от голода. Птицы и морские львы, питающиеся сардинами, тоже сильно страдают от Эль-Ниньо. Эль-Ниньо несет гибель обитателям моря. В поисках пищи птицы улетают в другие края. Здесь остаются лишь больные и слабые. Но как бы тщательно они не искали, пищи нигде нет. Голодные птицы высматривают пищу с высоты. Нырять в воду бесполезно. Пеликаны упорно держатся и продолжают охоту, несмотря на то, что все их попытки тщетны. Рыбаки первыми узнают о приходе Эль-Ниньо. Подводные перемены сказываются на улове. Рыба остается чрезвычайно мало. Большая ее часть ушла, когда вода потеплела. Рыба остается чрезвычайно мало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Галапагосы На краю земли Когда-то Галапагосский архипелаг находился в недосягаемости человека. Такая изоляция породила уникальную экосистему. В этой экосистеме появились новые виды. В отсутствие хищников животные приспосабливались лишь к суровым условиям. Океанические течения закалили жителей Галапагоса и дали им толчок к новой жизни. Но однажды мирная жизнь на архипелаге закончилась. Сосуществование человека и природы Может быть, эту иллюзию выдумал сам человек? Дикая, нетронутая природа хранит неприятную правду Галапагоса. Иллюзия сосуществования Первобытный архипелаг Лежит в тысячи километрах от материкового Эквадора. Нетронутая природа сохранила свою чудесную красоту. Суровые законы природы сплотили местных обитателей, научили их мирному сосуществованию. Это одно из немногих мест на Земле, где природа сохранилась в своей первозданной красоте. 20% морских обитателей Галапагоса встречаются только здесь. Около 97% наземных жителей являются эндемиками. Другими словами, здешние обитатели уникальны. Из пяти островов, населенных людьми, Изабелла – самый крупный из них и в два раза превышает размеры че-джудо. На острове вас встречают его исконные жители. Животные. На прибывших людей они не обращают внимания. Прекрасно. Да. Почему они нас не боятся? Красота. Здесь очень здорово. Нетронутая природа. Нам нравится. Очень нравится. Человека всегда сопровождает опасность. Животные на чеку. Но и люди испытывают определенные неудобства. Туристы всячески стараются не потревожить спящих игуан. Местные обитатели не знали хищников, поэтому у них не развился страх по отношению к человеку. Вулканические камни им не так уж и нужны. Главное, чтобы было где полежать на солнце. На причалах всегда встретишь морских львов. Они занимают скамейки и не уступают их людям. Детеныши потребляют материнское молоко до года. Для них это естественно. Ну а место роли не играет. Возможно, им не приходит в голову, что человек может причинить им вред. Так выглядит мирное сосуществование. Даже когда морские львы перекрывают дверь в контору, для местных жителей это привычное неудобство. Время от времени опасные ситуации все же возникают, но привычные местные вовремя притормаживают. Несмотря на тревожную обстановку, морской лев спокоен и расслаблен. Он попросту прогоняет тех, кто посигнул на его территорию. Казалось бы, морской лев настроен серьезно, но нет. Он решил вернуться. Местные водители знают, как прогнать морских львов с дороги. В городе морских львов можно встретить повсюду. Почему же они перебрались сюда? Ведь их излюбленное место на берегу. Большая часть побережья острова открыта для суровых волн. Там много скал и обрывов, не слишком удобных для морских львов. А все комфортные пляжи уже захватили люди. В спокойной заводе, где прежде резвились морские львята, теперь плавают люди. Человек отнял дом у морских львов и теперь вынужден платить за это. Людям приходится мириться с неудобствами. По какой-то причине люди не могут войти в воду. Морские львы опередили их. И это справедливо, ведь это их море. Этот красавец перекрыл вход на лесенку, а двое других нежатся прямо на ступеньках в воде. Сейчас они спокойно плавают в одиночестве. Люди сдаются и уходят. Такое постоянно происходит на всем побережье. Этот парень попросту перекрыл вход на причал. Для людей это серьезная помеха. Им нужно спуститься на причал к лодке, но, увы, ни они не могут в нее сесть, ни пассажиры не могут из нее выйти. В конце концов, лодка отплывает. В такой ситуации приходится ставить заграждение от морских львов, чтобы людям было проще перемещаться по острову. Но этот пляж оставили специально для морских львов. Здесь они отдыхают от вмешательства человека. Но проблемы возникают и здесь. Что случилось на этот раз? Туристам надо придумать, как вернуть шляпу. Тянется палкой, но безрезультатно. В конце концов, они прогоняют морских львов и достают упавшую шляпу. Чтобы отдохнуть от галапагосской живности, туристы решили отправиться в островные джунгли. Вода в реке, протекающей через лес, кристально чиста. Вот таким должен быть рай на земле. Поблизости никаких морских львов. Лес далеко от побережья, и морским львам сюда не добраться. А морские львы заняли весь пляж и нежатся в теплые водички. Устав от купания, они зачастую отдыхают на пришвартованных лодках. Они уютно устраиваются прямо на палубе. Морские львы не знали хищников, поэтому не боятся людей, с которыми они на протяжении долгого времени вполне мирно сосуществовали. Местные детвора зовет поиграть детеныша морского льва. У этих ребят развлечений немного, и морские львята становятся их товарищами по игре. Они делают вид, что боятся, на самом деле понимая, что они друг другу не причинят вреда. Роли поменялись. Теперь водят морской лев, а дети разбегаются. Морские львы не стесняются занимать и человеческие пляжи. Знают ли они, что туристы всего лишь гости на Галапагосе? Они не обращают внимания на купающихся людей. С появлением города и притоком туристов жизнь местных животных тоже изменилась. Искать пищу стало гораздо проще. Пресная вода теперь тоже рядом. За ней нужно просто сходить в город. Как бы тщательно не охранялась окружающая среда, везде, где поселился человек, обязательно будут отбросы. Морской лев играет с мусором, как с игрушкой в уже загрязненной реке. Многие морские львы пострадали по вине человека. Этот шрам говорит о том, какую боль пришлось вынести бедняге. Среди людей не так уж и безопасно. Животным всегда угрожает опасность. Крючок застрял так глубоко, что вынуть его непросто. Поняли ли они, наконец, что это место опасно? Городская река, впадающая в море, загрязнена уже давно. Рыба поднимается к поверхности из-за недостатка кислорода в воде. Причина – увеличение отходов жизнедеятельности местных жителей и туристов. Животным Галапагоса приходится сталкиваться с последствиями. 21-й век принес новые трудности обитателям архипелага, которые на протяжении миллионов лет адаптировались к суровым местным условиям. Морские львы пытаются заснуть на пляже, но им никуда не деться от городского освещения. Кто-то отбивается от стаи, чтобы найти более комфортное место, но и здесь им не уснуть от уличного шума. Кто-то уходит в дальние районы города, подальше от света и шума. И это тоже современная реальность Галапагоса. На рассвете, едва проснувшись, морские львы выходят в море на поиски пищи. Они живут колониями, состоящими из самцов и их многочисленных гаремов. Самцы постоянно устраивают драки, защищая свою территорию. Они покрыты шрамами, которые носят, как почетные ордена. Во время брачного сезона они сидят у воды и отгоняют соперников, посягающих на их территорию. Этот самец хозяйничает на всей территории, защищая своих 30 самок и их малышей. Беременность длится 12 месяцев, поэтому большинство детенышей появляются на свет в брачный период. У этого новорожденного еще не отвалилась пуповина. Этот малыш, как и его мать, проживет всю свою жизнь на Галапагосе, не зная страха. Когда детенышам исполняется месяц, они начинают играть все вместе. Родители уходят на охоту, а детеныши играют, учатся плавать и общаться друг с другом. Этот малыш кажется мельче своих собратьев, и у него, похоже, нет друзей. Он пытается найти свою мать по звукам и запаху. Морские львы прогоняют тех, кто не из их семьи. Малыш хочет отдохнуть. Должно быть, он устал от попыток найти пропавшую маму. Но его гонят прочь. Ему будут рады только на территории его собственной семьи. Малыш совсем обессилел. Возможно, его родители погибли. Детеныши морских львов питаются материнским молоком. Когда малышам исполняется два месяца, матери оставляют их и уплывают далеко на поиски пищи. Если мать не найдет пищу, не сможет вернуться или погибнет, ее детеныш будет обречен на гибель, поскольку другие самки его не примут. Прогонят его. На следующий день малыш, искавший свою мать, был обнаружен мертвым на пляже. самка нюхает его и уходит прочь. Это не ее детеныш. Еще одна самка поступает точно так же. Потерявший родителей, малыш обречен на голодную смерть. Он был слишком мал, чтобы выжить в одиночестве. А это единственное, что для него могут сделать люди. За последние пять лет популяция морских львов на Галапагосе резко сократилась. Многие погибли в результате несчастных случаев. Благодаря своему окрасу, легконогие крабы практически незаметны на вулканических камнях. Их главный враг — беспощадные волны. Каким бы сильным ни было волнение на море, краб вынужден ему противостоять и выжить. Но на островах, заселенных людьми, их судьба изменилась. Здесь им приходится полагаться на удачу. Им нужно избегать людей, чтобы найти пищу. Они способны подцепить клешнёй даже волосок, а их обострённые чувства различают самые незначительные вибрации. На этом острове главная опасность для них — звук шагов человека. Сейчас дороги строятся даже в глубине острова, вдали от избитых троп. Здесь живёт главный защитник Земли — гигантская голопогосская черепаха. Похоже, черепаха что-то увидела? Гигантские черепахи жили на архипелаге, не ведая опасности. Вот почему человеческая деятельность так тревожит их. Они будто снова встретились с хищником, охотившимся на них тысячи лет назад. холмы всегда зелёные, благодаря влажному туману. Роскошная зелень заставляет забыть о том, что это вулканический остров. На другой стороне леса находятся обширные зелёные луга. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это дело рук человека. Люди соорудили пастбище для своего скота. Такие фермы есть на всех островах, где живут люди. Для коров голопогос никогда не был родиной. Их завезли сюда ради мяса. Исконным обитателям архипелага теперь угрожают болезни и паразиты, распространяемые завезёнными видами. Люди очень находчивы. Даже на острове, удалённом на тысячу километров от материка можно найти всё. Дорога, проложенная на вулканическом острове, ведёт к городу. Человеческое население Галапагоса приближается к 25 тысячам. Оно постоянно растёт, начиная с 90-х годов 20-го века. На обогащённой вулканическим пеплом почве произрастают разные злаки. Это юка, сладкий картофель из Южной Америки. Юку легко готовить, поэтому она высоко ценится местными жителями. Апельсины самый распространённый фрукт на Галапагосе. Апельсиновые деревья растут как в садах, так и у дороги. Апельсинов обычно очень много, поэтому их можно рвать всегда и везде. Люди зачастую срывают апельсины по привычке. Есть естественные те, кто выращивает апельсины для продажи на рынке. Здесь мы их собираем. Вот, смотрите, это спелый фрукт. Этот ещё зелёный. А этот пойдёт. Этот ещё не созрел. У нас на Галапагосе растут очень сладкие апельсины. Для рынка нужны слегка недоспелые. Апельсиновое дерево тоже было завезено на Галапагос. Сейчас здесь более 800 завезённых видов растений. А этот помятый. Проблемой являются побочные продукты разложения апельсинов. Прежде такой проблемы на Галапагосе не существовало. в гниющих фруктах размножаются разные насекомые. Мухи, тахины и муравьи – самая большая головная боль для сотрудников заповедника. Уровень смертности птенцов, поражённых личинками мух, составляет 100%. Численность насекомых, представляющих угрозу для растений эндемиков, растёт. В отсутствии естественных врагов, завезённые виды агрессивно завоёвывают территорию. Пока численность туристов, а также фруктов и овощей на импорт растёт, решение проблемы с насекомыми найти будет сложно. Несмотря на нетронутость природы Галапагоса, помидоры здесь опрыскивают пестицидами. В этом также повинны завезённые насекомые. Этот жук не даёт помидорам созреть. Вот этот жучок. Смотрите, если мы с ним не будем бороться, то он уничтожит все наши помидоры. Этот жучок сводит на нет весь урожай, поэтому без пестицидов здесь не обойтись. Москиты и другие жучки обожают помидоры, перцы, огурцы и арбузы. У нас здесь полно белокрылок. Белокрылок здесь очень много, поэтому мы используем пестициды. Урожай привозят на местный рынок. Местный рынок можно сравнить с большим магазином, куда за покупками приходят как местные жители, так и туристы. Здесь можно купить как местные, так и импортные овощи и фрукты. Иногда урожай перевозят с одного острова на другой. в каком-то смысле это коридор, по которому провозят завезенные культуры. Ежегодно на Галапагос приезжают 220 тысяч туристов. При этом архипелаг способен ежегодно принимать лишь 12 тысяч. Поскольку наплыв туристов почти в 20 раз превышает норму, экология архипелага уже лишилась способности к восстановлению. Более того, каждый год поток туристов увеличивается на 7%. Между островами можно перемещаться на лодке и самолете, значительно сокращая время в пути. Галапагос заповедник занимает 97% всей площади архипелага. Всего 3% архипелага остались нетронутыми человеком. Дома надежно стоят на вулканических скалах. При ближайшем рассмотрении ситуация еще более плачевная. Повсюду на земле трещины. Дома стоят на треснувших скалах. Безопасно ли это? Здесь, на острове Изабелла Галапагос ского архипелага ежедневно случается от 60 до 120 толчков. Но люди их не ощущают. Понимаете? Из-за толчков дома, построенные не на камнях, медленно оседают. Если дома ставить на твердые камни, то опасности нет. Так что здешние дома совершенно безопасны. Им ничто не угрожает. На всех островах идет строительство заведений для туристов. Большая часть строительного дерева завозится извне, однако все стройматериалы завести сюда просто невозможно. откуда же их берут? Экскаватор собирает раздробленный камень из лавового карьера. грузовик с камнем уезжает. Здесь имеется сепарирующая установка. Камень грузят в эту установку, где он очищается от вулканического песка. Вулканический песок считается премиальным стройматериалом. Добыча и сепарация песка происходят на территории заповедника. Добытые камни нарезают плитами. Вулканический камень, зародившийся в момент встречи раскаленной лавы и холодной воды, являются геологическим достоянием Галапагоса, которое нужно охранять. Под палящими лучами солнца на месте озер с морской водой сформировался солончак. В какой-то момент в Солончак попали городские источные воды. Некогда чистая вода начала меняться. Дары матери природы медленно теряют свою силу. в в и Основная часть местного населения работает в сфере туризма. В настоящий момент на острове насчитывается более 40 тысяч строений, готовых принимать туристов. собаки и кошки, привезенные чужаками, губят местных животных, создавая еще одну проблему для архипелага. Из-за строительства широких дорог ежегодно погибают тысячи животных. морские игуаны рискуют жизнью, чтобы попасть в город. А все потому, что здесь есть еда. Эта игуана нашла рыбьи кости. Морские игуаны роются в мусоре, чтобы найти пищу. К сожалению, чаще всего они находят несъедобный пластиковый мусор. Но они готовы драться даже за него. морской лев страдает от боли. Он явно съел что-то нехорошее. Сотрудник заповедника громкими звуками подсказывает дорогу детенышу морского льва. Сам он дорогу отыскать не может. Он как будто ничего не видит. у него нет. Ну да, одного глазика у него нет. С огромным трудом он вынюхивает путь к воде. Увы, это не море, а река, в которой полно мусора. он окунает голову в воду, чтобы хоть как-то унять боль в глазу, но грязная вода только усиливает боль. Два дня спустя детеныш морского льва умер в этой самой реке. Люди едут на Галапагос, чтобы узреть чудеса природы, которых больше нигде нет. Но такими темпами они могут стать последними, кто увидит Галапагос до его гибели. здесь по-прежнему красиво. С приходом ночи Галапагос полностью преображается. По ночам город оживает. Туристы возвращаются с моря из других островов. На столах уже красуется свежий улов из Галапагосского моря. Первобытного архипелага, отрезанного от остального мира, больше не существует. Он больше не в силах регулировать рост человеческого населения. Возможно, нетронутая природа – это иллюзия, созданная человеком. Ведь нынешнюю природу человек сотворил сам. Изоляция превратила архипелаг в рай для самых разных форм жизни. Закон природы жесток. Неспособность сосуществовать ведет к вымиранию. В этом случае долго ли они смогут просуществовать мирно? Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова